Итак, мы остановились на том, что мы сбежали из школы с Валерией и Иосифовым. Тиан, судя по всему, холодно, но не переживай, Тиан. Не плачь, я с тобой. Понимаешь, Тиан, когда идёт дождь, то идёт дождь. Это закономерная жизнь, цикличность, как жизнь и смерть. Если что, у меня есть два билета на Луну. В любой момент, какая бы ни была ситуация, мы можем отправиться с тобой на Луну. Я вижу созвездие малого ёбы. А вот там большой ёба. Рядом с ним расположился легендарный Бока. Как символично. Прям над пропастью воржи. Кто-то же построил этот мост. Прям над пропастью воржи. Дома Барнаула страшно свисают над нами. В этом есть что-то от кавки. Прям чувствуется, как кавка, таракан. Превращение в таракана. Я прям чувствую, как я становлюсь член-членостоноги. В этом есть своя философия, конечно. Это очень печально. Мне кажется, это как бы философическое отображение детей. Период Великой Депрессии в Америке, когда им было нечего надеть. И даже родители продавали их. И ботинки, вон, ботиночки детские, неношенные, продавали их. Загадки становятся все остервенели... Остервенели и остервенели... Или мелия. А мой мозг становится все тупее и тупее. Я же... Хотя, ладно, я же не уралиц. Как говорится, залежи магнита у нас нет. Так что мозг должен хорошо работать. Аж, к счастью, не с Урала. Вот Ельцин с Уралом. Вон такой. Сюда. Прыгай в помойку. Здесь тепло, хорошо. Можно сказать, это такое, как бы, материнское воно. Воно, воно. Как бы, аллюзия. Иди сюда. Молодец. Боец. Сосекомец. Вот как прыгать, вот как прыгать, не вот так вот, как инвалида прыгает, а как перепрыгнуть условно 6 метров для человека, их рост. Тапик вот такая вот. Это вот как пытка китайская. Знаешь, вот китайцы в деревнях у них там пытают вот так вот. На голову, как птичка гадит такая. Пытка такая китайская, знаешь. Так, здесь у нас душа солевого наркомана. Судя по всему, Паша Техник оставил свои какие-то микрочастицы души. Амбиент просто превосходит. И вот мы подходим к важному сюжету, а не повороту, который мы так долго ждали. Кепчу вейсен. Ага. Наконец-то. Ты больше не будешь мерзнуть. Ой, сидим мы тут с тобой вдвоем, сидим. Сверху знаешь, как птичка гадит. Не знаю, куда съебаться. Тут из... Знаешь, вот иногда было повешу, подтянулся. Так вот на первый слонышко раз. Знаешь, если... Там бесполезно, я вижу там, вон. Три фазы, как ёпнет, так всё. Ладно. Мои. Оу. Хопа. Видишь, не зря на первое солнышко прыгает. Опа, смотри. Это же та самая легендарная шляпа, которая мужику бывает как раз. Смотри. Та самая шляпа, которая мужику и как раз. Так вот, мужика не видно. К сожалению, даже в этом мире. Возможно, ему шляпа была и не как раз. Ящик не тащится. О, мы с тобой прямо сейчас как тату. Я сошёл с собой, я сошёл с собой. Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Смотрите, как мило. Мы даже через решёточку можем держаться. Запретная любовь. Смотрите. Фашистский мальчик держит за ручку девочку из Освенцима через колючую проволоку. Польша, 43-й год. Фото в Цвете. Судя по боярушнику, пахнет боярушником. Да, скорее всего, это Боткинская больница. Запах коронавируса витает. Ну, такие же обоссанные, обдроченные матрасы, как у меня дома. Значит, это точно больница. Стой, подожди, это я должен был открыть этот данжен. Давай откроем двери в данжен Ивана Гарклума. О, блин, у нас здесь сюрреализм. Эй, я сейчас твою панцу... Ааа, я хотел прыгнуть на верёвку и успеть её панцу посмотреть. Нет. Добро пожаловать в этот Блайнд Таун из Дарк Соуса. Или в самую любимую локацию. Стой, подожди, я хочу твою панцу посмотреть. Нет, не лезь так далеко, я хочу твою панцу посмотреть. Вся озвачка. О, ну и дыра. Прямо как у твоей мамки. Так, ну, помогай... Мога нас здесь делать из моей лайф. It's my life. А, ясно. Давай быстрее сейчас поварится всё. Нет, у меня сейчас всё поварится. Знаете? Пейся, прыгай, прыгай. Ну и, как всегда, нам приходится косплеить Брюса Уиллиса. О, у нас вот Элон из Дарк ремастерит, пацаны. Ух ты! О, у нас вот Элон из Дарк ремастерит, пацаны. Наконец-то, после стольких лет ожиданий. Без цифровых глаз. Тут нам гамагия оставил это послание. Точно, похоже на Боткинскую больницу. Блин, больница прям, поликлиника, один в один, как у меня в городе. Вот точно такая же. Вот я клянусь, пацаны. Здесь даже покрасивее будет. Даже как-то посовременнее, как-то по-европейски будет даже. Для американцев, которые, или шведы, там, кто-то игру делали, это кошмар. Типа, кошмарнейшее место, кошмарная больница. Они не понимают, что мы вот в такой вот, в таких условиях вот, лежим с бабками, с дедами. Хм. Так, детектив, давайте искать расследование. Скуби-ду-би-ду, where are you? Где тут там Скуби-ду, дать ему Скуби-снексы? Здесь ножницы и кровь, значит, скорее всего, здесь произошло обрезание. Поработал опытный еврей. О, детектив! Не смотрите на это. Детектив, не стоит на это глядеть. Эта плитка просто ужасно положена. Так, что здесь у нас можно покататься? Можно поиграть немножко в киномана. Крути давай колеса, вращайте барабан. Поехали, я хочу быть инвалидом и выступать на паралимпийских играх. Давай! Поехали! Скорее на Олимпийские игры в Японию. Мы сможем сбежать из Барнаула. На Олимпийские игры в Японию. На инвалидного кресла. На паралимпийский. Выиграли там пару золотых медалей. И нас оставляют на Хоккайдо, как беженцев. Из Барнаула. Японцы узнают, что мы из Барнаула сразу прослезятся. Зацелуют, иены в карманы положат. Накормят, напоят. Тянучку пурнак трыс. Опа! Может, гасировочка может. Как насчет отменной пепси-колы? За ваше здоровье. Немная очка. Можем считать, что типа выпил. Регистратура. Посмотри, вот такого в жизни не бывает. Регистратура, чтобы очереди не было. Это фантастика, сынок. Добро пожаловать в поликлинику. Идем к терапевту. Здравствуйте, мы по записи. В очередь, в очередь. А, нет, они смотрят Киселёв ТВ. Только не это. Киселёв зомбирует. Киселёв, прикрыти. Соловьёв, хватит драться. Ломать биоников. Не надо. А, измерение Икс. Черепахи, достану нас. А сейчас я проникну в измерение Икс и надеру задницу Соловьёва. За биоников. За татуа. Или матуа. Татуа, блин. Я не помню. Я слишком стар для этого дерьма. Я забыл. Биоников, пацаны. Я старался забывать. Это уже приступ маразма. Да, судя по всему, это особняк Спенсера. Вескер! Отлично. Давай разделимся. Берри, где Берри? Ладно, давай разделимся. Попробуем поискать Вескера и Берри. Должно быть, они ушли не очень далеко. Судя по всему, это не они. Джилл, пошли. Нас ждёт много приключений. Что же у нас здесь? Даймкрум. У нас здесь даймкрум. Так, здесь, судя по всему, делают нодисы. Опа, сейчас, смотри, мы скелеты. Такие сплуги, сплуги, скелеты. Там наступительность, это спуги, спуги, скелетон. Хм, оказывается, внутри меня есть скелет. А я думал, я пустышка. Интересно, где же тут может быть ключ? И куда же он, интересно, мог убить? Почему ты взяла эту лошадку? Я взял кубик. Ты взяла лошадку. You have a pussy. I have a dick. Let's make the squeak. Это наша чувашеская народная песня. О, обезьянка хлопающая, как придурочная, в тарелочке. О, смотри, какой зайка. Зайку бросила хозяйка. Оторвали мишке лапу, зайку бросила хозяйка. Видишь, какой зайка грустный? А знаешь, почему он грустный? Потому что каждый день носил левпоп. Вот так его носили. Зайка, ой, 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 зайка, я в фури, я в фури, ёп. Зайка, девочка. Ладно, простите меня за этот порыв, как говорится. Я еще не до конца поборол свою звериную натуру и все инстинкты. Спаун, спаун, спрыгай с креста. Look at my horse. О, да вы у нас ой, 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 ой. Look at my horse. My horse is amazing. Giving a leak. This is like crazy. Сегодня в белом танце кружимся. И значит, в жопу мы подружимся. И завтра навсегда расстанемся. И в спирме навсегда останемся. Рип тисак. Рисунки. Люди стали растворяться. Так, сейчас мы проведем расследование. Так, секретная матерева, значит. Вначале появилось некое солнце. Затем какая-то большая рыба. Люди стали сбрасывать с себя одежду. Скорее всего, они были под спайсом. Потому что под спайсом и солями обычно с себя одежду сбрасывают. Потом у всех стало случаться у моего мужа доверю. И всех стало рвать на куски. Потом я вижу сверху появились привидения. Или это палец с двумя точками. Или это просто большой нос. Здесь у нас появилась какая-то черная дыра. Появился некий глаз. Глаз символ иллюминатов. А, символ иллюминатов. Иллюминаты, это общество. Это общество. Значит, это общество после иллюминатов. Ой, ладно, Снупи. Пойдём к тебе на флюорографию. Чё, не хочешь прогуляться? Да там не страшно, пойди. Пойдём там не страшно. Как-то ничего интересного нет. Кстати, одно из самых криповых, это когда игрушки на батарейках ночью просыпаются и начинают сами разговаривать. Ладно, иди сюда. Прощай, Остан. Я слышал его крики. Неслаждение. А, пахни як. Ой, смачно. А, пахни як. Я не понял. Я не понял, мы сожгли ослика. Но где механизм? Ослик сожжён. Но механизма нет. Крепота-то какая. Крепота-то. Простишь, зайчик, тебе тоже в печь. К сожалению, это никак не относится к твоей национальности или к тому, что ты заяц. Просто тебе немножко не повезло. Вот ты уточку туда тоже кидай. Да, вот такая игра добрая, представляешь? Маленький, здесь я должна сжигать игрушки. Спасения нет. Это Барнаул. В Барнауле по-другому. К сожалению. Здравствуйте. А не подскажете, где 314 кабинет? Мне... Я по записи. В экране? За вами никто не занимал? Тише, Бояру. Бояру, не ломай. Деда разбудишь. Но только на её звуки реагирует. О нет, рука! Рука из зоичьих мертвецов. Только не она. I slow your soul. Slow this. I slow your soul. I slow your soul. А-а-а! Я забыли свои зубы! Опа. О, о, о. От неё можно, оказывается, прыгать, пацаны. Тетреды про деда газанюха видео на 2 ч. Да, видео-то. Ну, что могу я сказать? Люди-то разные бывают. Ну, дед, ну, газанюх. Ну, и что? Ну, все мы не без греха. Кто-то с собаками не будет бьётся. Кто-то себе в шланг, как ГП-8, в жопу засовывает и нюхает свой пердёж. Что здесь такого, я не понимаю? Почему 2 чарелого травят? Разве они таким самим не занимаются? За что травить человека? Опа. Не такое, что ты и Metal Gear Solid Snake. Вот представьте, что вы зашли в лифт, или в общественный туалет, как обычно в общественном туалете-то бывает, ну, какой-то там, на вокзале, или в супермаркете, какой-то там, в моле. Пришли, значит, в туалет общественный, да, там веще все суток, и... воняет, там же воняет с улями, бездежом воняет, там везде бездюка не воняет. Вы же это неосознанно нюхаете. Как бы, я вот стараюсь, когда я захожу в такие места, задержать дыхание, но, к сожалению, меня надолго не хватает, у меня дыхал-ка слабо. И приходится нюхать людской пердеж. Получается, блядь, она за мной ползет. Получается, что мы все, как бы, газонюхи. Неосознанно. Разок-то зашкварились, газонюхнулись. Понимаешь? Так что, к сожалению, газонюховость, это в человеческой природе. Вот где делают ваших любимых рабовайфу. Вот в таких вот условиях вот ваших рабовайфу китайчики делают. Вот он за 110 тысяч продают на Алиэкспрессе. Он делает это осознанно в противогазе засунутым в анус. Что здесь плохого? Он же не причиняет никому вреда. Он же не хватает каких-то детей на улице. Они засовывают им шланг в анус, понимаешь? Нюхает их безёжь, а потом их убивает. Он свой анус засовывает. Понимаешь? Он никому плохо не делает. Я, конечно, не супер, но как бы выглядит, что я его защищаю, как будто бы я тоже какой-то к профилу. Но, блин, я не из этих. Я не из мужиков, засовывающих себе в анус шланги и нюхающих, собственно, безёж. Вот. Понимаешь? Просто как... Ну, это его личное дело. Ну, засунул шланг. Любит мужик шланг в жопу засунуть и понюхать. Ну и что? Велика беда. Он же никому больно от этого не делает. Он же не убивает животных. Я понимаю, вот на 2Ч травить каких-нибудь там хабаровских живодёрок или ещё каких-нибудь малолетних пидорасов, которые там мучают котиков, собачек. Да это я понимаю. Метатели колёс, ещё кого-нибудь. А то, что там мужик засунул противогаз в жопу и его за это травить. Ну и что, подумаешь? Господи. Вот ужас. 2 часа 7 уже не то что. Даже этого арктического у колода, который сколько там 300 километров проехал на снегоходе, чтобы тупой пизде привезти сушить. Зачем его травят? Ведь они могли прекрасно затравить эту шлюху и того, блин, ероху его. Искрыть всю эту гнилую тему. Вообще там пойти дальше, уничтожить пикабу с его вот этой, как сказать, пикабу сраной с его двуличностью. Типа под знаком добрых дел, как они там типа добрые дела делают, на самом деле пикабушники более лицемерные, вообще лицемерные, поганые нормисы. Двачеры хотя бы честнее скажут. Двачеры хотя бы честнее всю людскую натуру скажут. Если двачерам что-то не нравится, значит, это говно. Если им нравится что-то, какое-то говно, значит, это говно не такое уж и говно. Потому что людская натура. Это как спанина. Вот мне нравится спанина, она красавчик. Ну, выебал собаку, ну, засунул ногу себе в жопу, ну, в колготках подрачу там весь на улице. Красавчик. В чем заключается героизм Панина? Я сейчас объясню. Короче, Стиан, слушай, сейчас будет лекция. Героизм Панина заключается в том, что он это не скрывает. Он говорит, да я сосуху еду, да я ебу собак, да я нанюханым дрочу. Сами любители там, не знаю, садомию там устраивают в Москву Сити на верхушке, отрезают гениталии маленьким мальчикам, поедают их, привозят маленьких девочек с отрубленными конечностями, завязанными глазами, с кляпом во рту, и они заживо поедают кишки, потом они насилуют ее в кишки, потом они обмазываются детской кровью и нистово садомируют. Ну да, ты извращенец, но ты можешь быть хорошим человеком. Ну да, ты газонюх, любишь свой пердеж нюхать и анонировать. Ну и что? Это не исключает того, что ты хороший человек. У меня есть резиновая чинку, тянки. Так у тебя есть тянк. Страпоны, попенгагены, отсосы перед уходом на работу, каллигулисы, мастурбации на ее рабочую одежду, заставлять ее переодеваться в форму Макдональдса и анонировать на нее, чтобы она еще потом, когда ты кончив, ей на лицо сказала, облизнувшись, ваш заказ принуд... Нет, ты при этом спрашиваешь, соус добавить, она да, и ты такой, опа, на кирпичном заводе в Дагестане. Вот таких жадно, жалко людей. всяких васянов, кайфажеров, которые там соляга, спасибо, там, отсыпали три граммчика, курю, блин, каждый день, там, три года зависимости никакой, и пускай там, блин, уже три привода в милицию, и два, там, микроинсульта жопы было, там, и мать плачет, там, и дети твои плачут, но ты все равно, я контролирую себя, я могу бросить в любой момент, я заканчиваю это дерьмо, пошел на нахрен, заебался, ну, короче, вот такие дела, пацаны, давайте это обсудим как-нибудь в другой раз, я немножко тут задумался просто о жизни, у меня самого хватает своих демонов, я, конечно, не алкоголик, я не наркоман, но, но, все может быть, так что, спасибо за прекрасный вечер, простите за столь прерывистую трансляцию, но у меня, во-первых, уже поздно, во-вторых, я думаю, я уже не могу сосредоточиться на игре, и шутить, как-то там, свои хуевые, плоские шутки, потому что я стал озадачен вашими проблемами, меня всегда трогает проблема моих подписчиков, я хочу, чтобы им было лучше, вот, игромании нет, я больше не болею игроманией, я перестал смотреть, считать плохо, конец.